Продолжение следует... 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 И он построен в таком ключе, я об этом вчера немного говорил, что будут приглашаться, значит, уже, насколько мне известно, приглашены белорусские независимые эксперты, которые занимаются или асоцируются с этой отраслью, значит, с этим вопросом приватизации независимые эксперты и государственные эксперты, конечно, не чиновники высокого уровня, и, во-вторых, будут приглашены, в том числе, польские, в основном западные эксперты, как советники, как, не знаю, как помощники при этой разработке, но главным субъектом на этих семинарах являются эксперты белорусские. И вот, как я сказал, первый этот семинар будет в Варшаве. Конечно, если сравниваем предложения Евросоюза и России, они на совсем разных уровнях. И ЕС здесь не соперник России, нету нефти, ни газа, чтобы дешево поставить в Белоруссию, нету таких механизмов, чтобы за одной подписью выделять деньги, как делается в Кремле, если это надо, если есть контекст для этого. Ну, конечно, непосредственно МВФ. МВФ это существенный источник средств и очень значимый. И, конечно, отношения с ЕС играют ключевую роль, но не единственные, конечно, в получении заимствования от МВФ. Но все-таки ЕС это не соперник для России, не может предложить настолько большого набора разных преференций и разных видов поддержки. Но, с другой стороны, ЕС имеет одно преимущество в сравнении с Россией, что сотрудничество и диалог с ЕС более безопасный для Белоруссии, чем близкое сотрудничество с Россией. И, в смысле, если, конечно, обращаем внимание на такие вещи, как независимость, как суверенитет и так далее, и так далее, субъектность, здесь намного более безопасно. И нам казалось, что Лукашенко это понимает, но нам так казалось до декабря 2010 года, до 19 декабря точно. И теперь уже совсем другие впечатления. И отвечаю на очередной вопрос, как обеспечить поддержку Европы с США в изменениях в Белоруссии. Ну, так, чтобы белорусские власти все-таки вернули свою игру, которая вернулась до президентских выборов. И тогда, я только напомню, тогда даже никто не питал иллюзии, что Лукашенко уйдет совсем от России. На заплате это понимает, что это невозможно. И по разным причинам. Запад просто надеялся на то, что Лукашенко сможет уложить в какие-то рамки, приемлемые рамки игры. И что будет сотрудничать с Евросоюзом, это будет минимальный, я еще раз подчеркну, минимальный принцип. Например, что вот не будет политзаключенных, что будут более-менее демократичные выборы, что будет какое-то движение в сторону демократичных принципов. Чтобы просто получить платформу, на которой можно общаться и развивать сотрудничество. Не получилось, ну, тогда имеем то, что имеем. Я не знаю, сколько у меня времени осталось. Осталось почти 4 минуты. Почти, почти, вот, как я, 2 минуты 40, как я уезжался. Поэтому вот, может, переходя к очередному вопросу, каковы их интересы в Белоруссии, значит, ЕС и США. Да, ну, просто сейчас много здесь говорить не стоит, у них особых интересов по отношению к Белоруссии нету. И тем более, и может поэтому именно так легко там принимаются решения по санкциям, ну, очень жестким, при этом. В Евросоюзе все намного сложнее большие экономические связи. Хотя, конечно, тоже не надо забывать, смотря из Минска, что Белорусс в экономическом плане, в плане экспорта, поставок, играет ключевую роль для ЕС. Поставки нефтепродуктов из Белоруссии это около 1% поставок нефтепродуктов в ЕС. Они играют большую роль для компаний евросоюзных, которые зарабатывают на этом получателе нефтепродуктов. Но в масштабах ЕС это не так существенно, уже не говоря о других позициях белорусского экспорта. Это, не знаю, это не калийные удобрения для Индии или Китая, хотя эти страны, конечно, тоже и без этих удобрений как-то будут выживать. Значит, чтобы все уложить в верные пропорции, Белорусс больше нуждается в Евросоюзе, чем Евросоюз в Белоруссии. Но чтобы что-то здесь произошло, должно состояться то, что сказал господин Марцев. Белорусы, значит, белорусская власть должна определиться, как хочет играть. И я еще раз подчеркну, что никто не требует от Белоруссии, чтобы определилась однозначно с Западом и с Востоком. Или так, или так. Это наивно. Просто, чтобы соблюдать какие-то правила игры, которые Минску известны, но пока не воспринимаются.